Вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы о львах? Если да, то вы должны были заметить, что они доминируют на своей территории и являются высшими хищниками. Львы – одни из самых сильных животных в мире, и никто не осмеливается противостоять им или бросить им вызов. Их называют королями, потому что они имеют оттенок королевской власти во всем, что они делают. От привычек питания, когда 20-25 членов королевской семьи обедают одновременно, до завоевания огромных земель. Лев всегда ведет себя смело и живет, как истинный правитель. Но их жизнь полна препятствий и проблем. Здесь нет места для ошибок, так как одна ошибка может привести к тому, что они потеряют свою жизнь, царствование или потомство. Кроме того, охота не является легкой задачей. Их успешность составляет всего 17-19% по сравнению с человеком. Трудностей у них больше, потому что они никогда не получают второй возможности. Но вы когда-нибудь видели подавленного льва или того, кто хочет сдаться? Они всегда борются за то, чтобы охотиться и править землями, но никогда не сдаются. Иногда они терпят неудачу в охоте на зебру, газель, антилопу. Но сдаются ли они? Нет. Они очень стараются и преуспевают в охоте. Итак, что же побуждает их не сдаваться суровой жизни? Ответ – выживание. Единственное, что заставляет их двигаться – это выживание. Многие львы теряют свое царствование детей и цариц перед другими львами. Но они никогда не отказываются от жизни. Вот шесть жизненных уроков от короля джунглей. Ваша цель – единственный способ выжить. Поставьте себе цель и упорно трудитесь для ее достижения. Считайте, что альтернативы нет. Как львы рождаются, чтобы охотиться и править, признайте, что вы рождены, чтобы достичь своей цели. Рассматривайте свою цель и работу как источник мотивации. Они помогут вам пережить хорошие и плохие времена. Потому что слава временна, но удовольствие от работы и чувство достижения – постоянны. Терпеть неудачу и развиваться. Львы терпят неудачу в охоте 8 из 10 раз. Но это заставляет их оттачивать свои навыки. Таким образом, они могут поймать более крупную добычу, чтобы прокормить свою семью. Точно так же, мы должны принимать наши неудачи и развиваться каждый раз, когда сталкиваемся с ними. Фокус – это ключ. Когда львы выходят на охоту, они издают меньше шума и сосредотачиваются на добыче. А теперь представьте себе, если лев издаст шум. Смогут ли они охотиться? Ответ – нет. Итак, что мы узнаем? Слишком много разговоров заставляет нас терять концентрацию. Не рассказывайте всем о своих целях и о том, что вы делаете. Держите это на низком уровне и полностью сосредоточьтесь на своей цели. Всегда доверяйте друг другу. Львиный прайд всегда поддерживает друг друга в хорошие и плохие времена. Скорее, в трудных фазах жизни они вносят больше вклад в выживание прайда. Мы также должны знать, что сила находится в стае. Необходимо не разрушать доверие друг друга ради сиюминутной выгоды. Кроме того, мы должны поддерживать друг друга в преодолении сложных проблем и ситуаций. Выживание – это все. Львы никому не причиняют вреда без всякой причины. Но когда кто-то пытается испортить их территорию, жизнь и семью, они не оставляют камни на камне, давая жесткую борьбу. Точно так же мы должны сосредоточиться на нашем собственном улучшении. Однако, если кто-то пытается разрушить нашу карьеру или жизнь, то вместо того, чтобы разочаровываться, мы должны дать отпор и преодолеть таких душителей. Мир – это джунгли. Вы либо сражаетесь и властвуете, либо прячетесь и испаряетесь. Получайте удовольствие от жизни. Львы проходят через суровую жизнь, наполненную повседневными проблемами. Но они не позволяют им испортить их повседневные моменты. Они всегда наслаждаются каждой минутой со своими членами прайда. Они играют друг с другом и заботятся обо всех. Вы также должны убедиться, что наслаждаетесь каждым моментом своей жизни. Оставьте все свои стрессы и тревоги на рабочем месте. А когда вы находитесь дома, наслаждайтесь временем с семьей. Львы учат нас доминировать над проблемами в жизни и жить как истинный победитель. Как кто-то справедливо сказал, если бы размер действительно имел значение, слон был бы королем джунглей. Точно так же жизнь каждого животного полна борьбы. И мы можем многому научиться у них, чтобы стать успешными в нашей собственной жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть документальный фильм о львах, постарайтесь учиться у них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok